Доброе утро! Потребительские цены в еврозоне в августе 2015 года выросли на 0,1% относительно того же месяца 2014 года. Предварительные данные оценивали августовскую инфляцию в 0,2%. Таким же был и средний прогноз аналитиков. Слабые данные по инфляции увеличили опасения, что европейский ЦБ может расширить объем своей месячной программы количественного смягчения, которая на данный момент составляет 60 млрд евро. Отметим, что ранее в сентябре регулятор понизил свой прогноз по инфляции на последнем заседании, ссылаясь на давление сильного евро и слабость цен на нефть. На сегодняшний день ЕЦБ предполагает, что годовая инфляция в этом году составит 0,1% против ранее прогнозируемых 0,3%. Снижение европейской валюты начала как раз после того, как Евростат сообщил, что окончательное значение годового уровня инфляции евро было пересмотрено с первоначальной оценки. В ходе торгов среды пара евро-доллар достигала минимальной отметки 1,1231 доллара после 1,1255 во вторник. Однако позже вернула утраченные позиции, поднявшись до 1,1307. При этом пара евро-иена торговалась на уровне 135,21 иены, снизившись к концу сессии на 0,38%. В среду также стало известно, что Витер Констанцию, вице-президент ЕЦБ, заявил о том, что у банка есть все возможности для наращивания объема покупок активов, поскольку текущий размер процентной ставки является малым относительно подобных схем других мировых ЦБ. Мы смотрели новости на канале Инстативе. Оставайтесь с нами.